Транспонирование таблиц Транспонирование таблиц Транспонирование таблиц Транспонирование таблиц Первый способ это мы используем специальную вставку Ну и естественно когда мы будем выбирать тот или иной способ Мы будем решать в чем есть плюсы Собственно говоря в чем есть минусы Затем у нас с вами будет использование функции трансп И непосредственно формула массива Функция трансп, ну от слова транспонирование Она не работает как простая функция Она работает только в связке с формулой массива Ну два слова Кто-то заодно узнает что такое формула массива Если еще не сталкивались Ну и есть еще третий способ Там все Не могу сказать что совсем просто Но тем не менее Это использование самих функций из категории ссылки и массива Если кто мало работал То некоторые функции Особенно последний, третий вариант Вам покажутся достаточно тяжеловатыми Но тем не менее Как вариант потом можно будет Когда будет запись выложена На обозрение Можно будет спокойненько Тихо С чувством, с толком, с расстановкой То есть с паузами Взять и это все просмотреть Так, значит, начнем Ну, что называется С первого способа Вот в том файле, что называется Который вы Ну, как бы открыли У меня он чуть-чуть будет отличаться Я здесь несколько листочков заготовки Нам с вами для работы сделала Ну и вот первый способ Он, пожалуй, самый простой Ну и, естественно Раз он самый простой То и далеко не все задачи Которые порой хотелось бы увидеть пользователю Он сможет решить То есть у нас есть исходная табличка Она будет одинаковой на всех листах Вы видите, месяца там Количество и, например, сумма Нам нужно эту табличку транспонировать Ну, я в этот раз позволила себе Такую немножко небрежность По отношению к Excel Я взяла, залила, наоборот, темно Все, что где не надо делать И оставила, видите Неоформленные мячейки Там, где нужно транспонировать Обычная специальная ставка Ну, о специальной ставке Я когда-то делала тоже Семинар-вебинар В апреле месяца О всех возможностях Которые человек использует Или не использует Я там старалась рассказать Теперь мы припомним из этого Только транспонирование С использованием специальной вставки То есть вертикально наше табличку Нужно превратить в горизонтальную То есть вот эта область белая Которая у нас с вами справа Это как раз то Куда мы с вами должны разместить данные Как они должны получиться Соответственно, раз специальная вставка То это, как и любая другая вставка Она позволяет нам с вами получить данные Только при условии, если что-то будет Буфер обмена Поэтому здесь последовательность действий Достаточно простая То есть мы выделяем с вами Нашу исходную табличку И выбираем обычную команду копировать Любым способом Там Ctrl-C, правой кнопкой Кнопка панели Это не столь важно Затем, соответственно, что мы делаем Правой кнопкой мыши по первой ячейке Где у вас нужно разместить результат Это у нас пустая ячейка F2 Ну и здесь, в общем-то, если вы обладатели 2010, 2013 или 2016 версий То у вас сразу в параметрах вставки В принципе, есть значок транспонировать То есть он сразу и транспонирует И, соответственно, форматирование тоже оставляет То есть, в принципе, это, как вы понимаете Самый простой способ По той простой причине Что мы сейчас с вами потратили Ну, буквально там, условно, 5-10 секунд Но, как несложно догадаться Вот даже если примитивно Я здесь возьму и поменяю Какие-то исходные значения То, естественно, если мы это выполнили В специальной вставке То он выполнил свою команду Ну и серии забыл То есть мы получили копию таблицы Которая теперь располагается иначе Ориентацию мы сменили Но при этом она не имеет привязки К исходным данным Ну, такой случай совсем тоже Со счетов не стоит, как бы, скидывать Потому что иногда человеку нужно транспонировать Может быть, она наоборот была горизонтальной Им нужно превратить ее в вертикальной И дальше продолжить с ней работать Как вот с основой, то есть, типа, с исходными данными Тогда, да, вы самый быстрый способ Это сделаете специальную вставку И дальше уже начнете обрабатывать Ну, любыми другими инструментами Соответственно, если у вас она наоборот Горизонтальная, да, вы с таким же успехом Ее выделяете Говорить, копировать Ну, и, к примеру, там Где-нибудь также говорить специальная вставка И вот тогда вы ее, например, получите вертикально Ну, помните одно Excel, в принципе, сам по себе Не очень-то любит горизонтальные таблички Тому подтверждение то, что у нас практически все Приличные инструменты, которые нужны для работы С обработкой больших табличек и прочее Они все завязаны только на вертикальной табличке Поэтому, если горизонтально Это может быть иногда удобно Ну, к примеру, чтобы показать ту или иную информацию Но это больше исключение из правил Чем непосредственно с обоих правил Поэтому вот таким простым способом Быстро, ну, что называется, разово Без привязки к каким-либо исходным данным Мы с вами можем получить Но, чтобы не менялось Здесь уже никогда не поменяется Поэтому для разовых вариантов Специальная вставка горится Но если нужно это делать постоянно То, мягко говоря, не хочется Правильно? Я надеюсь сидеть и писать формулы По принципу, ну, типа Равно ссылка на одну ячейку Ну, типа, чтобы привязаться Ниже равно ссылка, к примеру, на другую ячейку Но это безумство храбрых Опять же, поем мы песни Так, поэтому первый простой Но вот для определенного Такого небольшого списка задач Теперь давайте окажемся на листе Второй способ Второй способ Это мы будем с вами использовать Непосредственно функцию трансп Она достаточно простая В русской версии она называется трансп В английской версии она называется транспорс Ну, то есть там побольше немножко было Если, ну, пока я даже не буду использовать Вот я вот в пустой ячейке Я начну писать название этой функции трансп То, смотрите, все, что у нее есть Это один и единственный аргумент Массив То есть мы ему должны будем рассказать О той исходной таблице Которую мы хотели бы с вами Из горизонтальной превратить в вертикальную Или из вертикальной превратить в горизонтальную Видите, нужно выделить массив То есть получается, мы не можем с вами писать формулу Только в одной ячейке И здесь единственное небольшое неудобство бывает То, что прежде чем писать саму формулу Нам нужно взять и выделить весь тот диапазон ячеек Которые нам с вами нужно заполнить данными Связать с ними И вручную иногда Ну, допустим, здесь-то я вам уже выделила Но это как заготовочка Понятно, что в жизни так человек не делает Он себе отдельные ячейки не выделяет И, к примеру, там, выделив табличку Посмотрев, что это вверху в строке формул В самом левом уголочке Видно, что, например, 13 строк Да, 13 R Умноженное на 3 C То есть 3 столбца То потом я должна понимать, что это должно стать Тремя строчками И тащить вправо И ждать, когда же мне там напишут Теперь 13 C Пока буду тащить, мягко говоря, могу вообще забыть Какое там число Ну и, скажем так, занятие не очень интересное Вручную как бы таскать все эти вариации И тогда, вот, например, чтобы самим не считать Можно опять временно вспомнить о чем О том же самом транспонировании С помощью специальной вставки То есть цель будет какая? Не получить эти значения А получить тот диапазон ячеек Который впоследствии нужно будет обработать И вы сразу будете понимать границы Вашей, как бы, области Теперь функция транспонирования Я говорю, она особая Она не работает как обычная формула Обычные формулы мы с вами завершаем Нажатием на клавиши Ну, Enter, да, чаще всего Или есть еще вторая комбинация клавиш Control, Enter То есть он просто завершает, но не удаляет Не перемещает курсор Если мы с вами используем функцию транспонирования То она должна завершаться как формула массива А формула массива завершается Тремя клавишами Control, плюс Shift И, соответственно И плюс еще Enter Когда вы завершаете Формулу нажатием на эти три клавиши Control, Shift, Enter То в этом случае программа именно понимает вас Что вы хотите эту формулу Воспользоваться ей именно как формула массива То есть вот эта вот хитрая комбинация Дает ему воспринимать, понимать формулы Далеко не только эту формулу Trans Ну, несколько иначе Ну, а для этой формули уже было сразу заложено Что это должно быть вот так, как нам нужно Поэтому на начальном этапе К примеру, вот нет у нас этих заготовочек Белочеки Как мы можем поступить? Мы можем также опять выделить нашу табличку Сказать, копировать А потом опять в нашу область взять ее И пока просто транспонировать Смотрите, какой второй плюс У нас данные с вами уже выделены Те ячейки, которые нам нужно обработать И вот дальше, можно сказать, ничего не щелкая Мы с вами начинаем писать формулу То есть ячейки выделены Мы говорим равно Она будет писаться формула у вас В первую левую верхнюю ячейку И мы берем функцию Trans То есть у нас выделены все эти ячейки Мы никуда не щелкая вводим знак равно И начинаем писать функцию Trans Выбираем ее И вот здесь вы видите Мы должны выделить с вами массив Соответственно, это массив нашей исходной таблички То есть мы выделяем все эти ячейки С B2 В данном случае по D14 И завершить мы должны с вами формулу Как формулу массива То есть нажатием на Ctrl, Shift, Enter И вот здесь иногда некоторые делают ошибку Когда они просто тремя пальцами сверху прыгают на три клавиши Так не стоит То есть Ctrl, Shift держим И в догонку еще Enter Тогда с точки зрения значений вам сейчас может показаться, что ничего как будто как и не изменилось Правильно? И цифры все равно пока одни и те же Но при этом обратите внимание Формула массива это те формулы, которые в строке формул показываются с фигурными скобками В начале и, соответственно, в конце То есть если кто попытается фигурные скобки сами прописать формулу Этот номер будет недоступен Потому что это только в виде клавиши Ctrl, Shift, Enter он их проставляет У формул массива, если вы не сталкивались, есть такая особенность Ну, во-первых, они всегда у нас в фигурных скобках Это с точки зрения нашего их внешнего определения И второй момент Во всех ячейках сейчас формула будет абсолютно одна и та же Ну, про формулу массива еще говорят о том, что у них есть согласованность формул И есть еще плюс Если кто-то решит, что он не хочет видеть тут то или иное значение И попытается его удалить То всегда будет выходить одно и то же сообщение Если вы попытаетесь часть данных изменить или часть данных удалить То сообщение будет приходить одно и то же Нельзя удалять часть или изменять часть массива Поэтому кто-то случайно или специально, нарочно Никогда не сможет исправить какое-то содержимое одной ячейки То есть он реально сможет либо все изменить, либо ничего Поэтому формулы массива, они пишутся как бы вот сразу для множества ячеек И также они, если редактируются, то сразу все вместе Ну, давайте посмотрим, что затея, что если наши данные будут меняться Что этот способ нам будет уже как бы годиться То есть если мы, например, возьмем И опять же для простоты я веду, например, не 2000 ровно, а 2222 То вы видите в правой табличке уже тоже 2022 То есть какие бы мы с вами, если тут вместо, допустим, названия месяцев Полностью я захочу их прописать, предположим, сокращенной формой То в результате я меняю это здесь И естественно у нас уже сразу автоматом поменялось и в этой транспонированной табличке То есть все это только за счет того, что мы не просто воспользуемся транспонированием А транспонированием с использованием формул А раз есть формулы, значит у нас и есть с вами возможность Менять исходные данные и получать в транспонированной табличке уже свежую информацию Ну, к примеру, может быть, откуда-то оно выгружается По идее, по-человечески должно быть вертикально А вам для наглядности, предоставления данных Или для удобства каких-то расчетов нужно сделать горизонтально Чтобы каждый раз вручную это не делать и всегда работать с текущими данными Вы можете спокойненько взять и транспонировать ее с перевязкой к источнику Получилось? Так, ну а здесь единственное, смотрите, что будет Если табличка будет меняться Ну, то есть, к примеру, там, неважно, будет еще что-то добавляться, да, и так далее То здесь вы уже так просто взять, к примеру, там, данные, допустим, последнего столбца И скопировать вправо Вы это скопировать можете Но, вы видите, уже пойдет совсем-совсем другое, да То есть, единственное, в чем неудобство этого способа Ну, для каких-то способов это тоже будет и удобно В следующем Если мы с вами имеем постоянную табличку То есть, вот у нас, как здесь, например, табличка, там, 3 столбца, 13 строк Вот этот способ, он, можно сказать, идеален Никто ничего лишнего не испортит И с точки зрения создания хлопот, в общем-то, практически тоже, можно сказать, нет Но если табличка будет постоянно менять свой размер То здесь, конечно, в чем будет неудобство Если она станет больше, то вам придется опять как поступить? Ну, к примеру, условно, там, выделить эту опять область И, по сути дела, прописать формулу за она Если табличка станет меньше, то вы-то, конечно, можете выделить эту область Но что произойдет? Он опять вам скажет, что нельзя менять часть массива То есть, реально, если что-то меняется, человеку приходится по размерам, к примеру, удалять, по сути дела, все эти формулы И тогда прописывать формулу заново То есть, количество строк и столбцов уже может быть совсем иным Но написать формулу, чтобы потом иметь возможность просто ее копировать в любом направлении Так у нас с вами не получится Поэтому этот способ удобен, если у нас с вами размер исходной таблички постоянен Тогда вот шикарненько просто Ну, здесь для удобства я таблички оставила на одном листе Как вы понимаете, если они даже будут на разных листах, это не имеет значения Вы просто сходите, выделите на другом листе табличку И у вас также она транспонируется Если она будет вертикальная, то с таким же, наоборот, горизонтальная То же самое Вы также будете вначале для удобства выделять ячейки Ну, наверное, воспользуйтесь все-таки специальной вставкой А потом уже также пропишите формулу То есть он прекрасно видит направление вашей таблички Ну и условно три строки превращает в три столца или наоборот Ну а уж сколько там остальных ячеек Здесь для него проблем никаких, что называется, посчитать нет Так, то есть функция трансп сама по себе не работает То есть если, например, вы там воспользуетесь Даже возьмете и пропишите ее как бы к одной ячейке То, ну, в некоторых случаях там может быть вариантик Ну, смотрите, что в результате происходит Оно идет, ну, просто, если я даже взяла, да Не выделила предварительно по-другому ориентиру на табличку То это просто, по сути дела, происходит копирование моих ячеек Ну, то есть смысл уже совсем иной Поэтому выделяем исходный диапазон, говорим копировать Затем выделяем ячейки, куда нужно разместить Да, в другой ориентации Равно Берем функцию трансп Выделяем наш массив И завершаем нажатием на клавиши Ctrl-Shift-Enter И тогда у нас с вами получается не что иное Как транспонируемая табличка с привязкой к исходным данным Меняем что-то в исходных данных Автоматом сразу меняется и в получаемой табличке Но, как я уже сказала, если у вас будут постоянно меняться исходные данные То здесь, ну, если другого варианта человек не знает Или для него тяжеловат другой вариант То какие возможны варианты Только вот каждый раз удалять И, по сути дела, создавать это снова и снова Когда у вас изменился размер Но, как вы понимаете, это не выход из ситуации Потому что в какой-то момент можно что-то забыть сделать И может за бортом остаться часть как бы нужных данных Что не есть правильно Так, ну и теперь третий способ Он, скажем так, более гибкий Но требует, скажем так, уже знания не совсем простых функций Но за то, что даже если я буду в перспективе перемещать там таблички То это тоже все будет работать Вот, к примеру, если моя табличка возьмет куда-нибудь исходное Переместиться и куда бы я не перемещала Ну, допустим, в рамках листа То все будет на своих местах Так же будет, если количество строк или столбцов увеличится Мы можем в любой момент просто скопировать формулу И получить соответствующий результат То есть это будет уже задействовано использование функции Которые называются ссылки и массивы И вот здесь, наверное, в первом приближении кажется Ну, как так? Ведь нам уже нужно что делать? Нам нужно как-то прописать формулу таким образом Чтобы он в первой ячейке взял значение первой ячейки Это проблем никаких Но затем-то то, что идет вправо Должно в этом случае у нас идти вниз То, что идет вниз У нас должно пойти непосредственно вправо То есть когда вот так просто кому-то рассказываешь Вроде бы казалось все очень просто Сюда вниз, сюда вправо И остается только вопрос какой? Как бы сделать так, чтобы это не вручную Каждую ячейку А опять же сделав ссылки И вот здесь в категории функции ссылки и массивы У нас есть такая функция, которая называется адрес Что делает функция адрес? Она позволяет нам с вами рассказать ей о координатах на листе То есть какой номер строки Какой номер столбца И исходя из этого взять И мы получаем координаты Она по этим координатам берет и формирует нам адрес ячейки И вот здесь тогда остается следующий вопрос Как же нам получить эти координаты Которые еще к тому же при копировании формулы Должны как-то перемещаться немного не так Как перемещается наша формула И вот тогда у нас есть еще две функции Которые умеют привязываться к ячейкам Здесь же мы не можем привязаться к самим значениям этих ячейков Они же могут в любой момент поменяться Да и других критериев у нас нет У нас есть только источник И, например, необходимость транспонировать табличку Или наоборот, она может быть горизонтальной И необходимость транспонировать ее вертикально Значит, есть, вот если я просто возьму функцию строка Если мы так просто используем функцию строку И вообще не указываем никакого аргумента То она сейчас выдает Вот я нахожусь в ячейке R9 Функция строка выдала мне ответ, что я нахожусь в девятой строчке Правильно? Ну все логично В какой строчке мы есть В такой, соответственно, мы и получили результат Если вторая функция, которая умеет координату ячейки определять Это функция столбец Сама по себе она тоже Может указана быть какая-то ячейка Или, к примеру, если я сейчас ничего не буду указывать То она мне определит номер столбца, в котором я нахожусь Ну даже примитивно Раз, два, три, четыре, пять, шесть Но если мы ничего не указываем Это координаты, где вы находитесь А если мы начинаем с вами что-то указывать То это тогда будет координата ту ячейки, к которой вы обратились Ну, к примеру Если я сейчас возьму координату, например, строка И воспользуюсь ссылкой на ячейку B2 То в этом случае он, естественно, мне в ответ даст, что это вторая строка Если я возьму по аналогии функции столбец И также для этой же ячейки B2 То он мне скажет, что столбец от ячейки B2 Это тоже координата 2 И тогда, к примеру, если я хочу получить адрес По этим двум координатам Ну, я всегда так говорю, представьте, что вы начали снова играть Либо в морской бой, либо еще во что-то, где вот у вас есть поле С указанием координат Ну, только не буквы цифры, а цифры цифры То тогда, к примеру, я могу воспользоваться функцией адрес И по этим составляющим получить значение ячейки Ну, я сейчас просто возьму и сошлюсь на эти две составляющие Номер строки и номер столбца И тогда мне четко говорят, что это ячейка B2 То есть, если у меня есть координаты То я могу на основании этих координат Но координаты должны быть четко, как они располагаются на листе Я могу получить непосредственно адрес Правда, тут, наверное, будет следующий вопрос Зачем мне этот адрес, если... Если мне нужен результат Так вот, чтобы на основании адреса вы могли получить результат У нас еще есть не менее замечательные функции из категории, опять же, ссылки, массива Которая называется dv-ссыл Ну, кто-то ее переводит как двойная ссылка Хотя с точки зрения перевода это, конечно, далеко не так То есть тогда я беру эту функцию dv-ссыл И ссылаясь на адрес ячейки А адрес ячейки в этом случае это текстовое значение А функция dv-ссыл, она такая хитрая Она это текстовое значение берет и превращает в адрес Из которого уже предоставляет нам с вами результат У функции dv-ссыл два аргумента Первый аргумент это ссылка на ячейку Как я поставила, который задан на текстовом значении Второй а1 Это просто говорит о том, что нумерация столбцов у нас с вами Непосредственно буквенная Что, в общем-то, в основном Редко у нас ставят нумерацию столбцов цифрами Потому что это не очень удобно с точки зрения работы Копирования формул и так далее Обычно это чаще делают, когда пишут макросы, например, макро-рекордер И если я завершу эту формулу То он мне сейчас четко скажет, что в ячейке b2 У меня ничто иное, как месяц Ну, это мы и так видели Так вот, на основании вот этих вот позиций То есть строки, столбец, функции адрес Ну и потом еще придется воспользоваться dv-ссыл Адрес без dv-ссыл неинтересно То в результате мы с вами как раз и сможем получить Ничто иное, как значение в каждой ячейке Но тут по-прежнему совсем может быть ясно Как же сделать так, чтобы мы-то будем формулу тащить И чтобы он тоже шел, можно сказать, в правильном направлении Ну, давайте попробуем Мы выделяем с вами первую ячейку Где должна быть наша транспонируемая табличка И берем с вами сперва функцию адрес У функции адрес вообще пять аргументов Но когда мы работаем в рамках одного листа То первые два аргумента являются постоянные Остальные, собственно говоря, по необходимости Поэтому если будут данные с другого листа Ну, нужно будет поставить столько, если что, точек запятых Чтобы дойти до имени листа и его указать Так вот, особенностью табличек перевертышей Является то, что для определения номера строки Ведь строка чем потом будет станет? Она станет столбцом Поэтому для определения номера строки Мы используем функцию столбец А для определения номера столбца Мы используем функцию строка Ну, они же таблички перевертыши Поэтому и здесь у нас получается тоже наоборот Поэтому, раз сказано, что нам нужно определить номер строки То мы с вами берем и используем здесь функцию столбец Расстроки, значит столбцы То есть берем и для определения координаты номера страхи Используем функцию Кристина По поводу того, что в 2010 Excel нет функции транспонирования Если вы мне принесете даже 2003 версию Excel Я спокойно ей воспользуюсь Она есть абсолютно в любой версии То есть равно пишете трансп и с массивом в том числе Форму массива вы должны завершить сами Эти функции, которые сегодня все используются Они вообще без привязки к какой-либо версии Поэтому версия ни капельки не виновата То есть, значит, что-то неправильно ввели То есть трансп и формула массива Поэтому тут никакой привязки к версии нет И пока, собственно говоря, быть не может Соответственно, мы берем столбец И теперь нам нужно с вами что указать? Первую ячейку нашей транспонируемой таблицы То есть мы берем и ссылаемся на ячейку Где у нас месяц? На ячейку B2 Скобочку закрываем То есть реально сейчас у нас здесь Где номер строки появилась наша координата 2 Так Теперь, как только вы скобку закрыли Вас сразу перевели обратно в функцию адрес И он говорит, что сейчас вы заполняете номер строки Уже определили Ставим с вами точку с запятой Теперь дальше мы должны предложить Как-то определить номер столбца Раз номер столбца То мы берем с вами функцию строка То есть четко противовес То есть мы берем с вами функцию строка И также ссылаемся на нашу первую ячейку Транспонируемой таблички Скобочку закрываем Ну, если даже, к примеру В принципе, больше нам не нужно ничего в этой функции заполнять К примеру, если я поставлю точку с запятой То он расскажет тип ссылки Так как адрес каждой ячейки получается новый То нам сейчас абсолютно не важно Какой будет это вид ссылки Относительный, абсолютный и так далее По умолчанию всегда обычно единичка стоит Если есть единичка Если еще раз поставлю точку с запятой Он спрашивает, в каком виде формировать адрес Ну, обычно у нас в стиле ссылок А1, да, B10, C10 Поэтому так же стоит единичка по умолчанию И вот если бы у нас был данный из другого листа То поставив практически эти три точки запятые Мы как раз дошли бы до имени листа И его указали Но так как нам с вами не нужно Мы на одном и том же листе Тогда мы можем спокойненько эти точки запятые Больше никакие не ставить После функции строка На этом взять, закрыть скобочку, завершить формулу Если вы берете данные с одного листа Для определения координаты У вас используются только две составляющие Номер строки и номер столбца Больше на слух Если другой лист, тогда уже, пожалуйста, нужно искать номер Название листа Ну, или хотя бы просто его вручную в кавычках ввести Так, теперь завершаю формулу Это самая обычная формула И результатом вашей формулы Адрес Должен явиться адрес первой ячейки Которую вы транспортируете Правильно? Если мы начнем с вами копировать вниз То вместо Б2, там уже ниже будет С2, Д2 То есть как раз мы идем вниз А формула идет вправо Правильно? Мы затем идем также с вами вправо А источник у нас идет с вами вниз Вот этот эффект мы с вами получаем За счет того, что мы используем с вами функции строка и столбец Для определения номера столбца и, соответственно, номера строки По-другому никто так вам транспонировать Ну, то есть никакая функция ничего как бы не позволит Как вы видите, так как это простая формула То в любой момент, где вы хотите, там вы можете и завершить И у вас останется как бы этот вариант Ну, как вы понимаете, сам адрес нам не интересен Поэтому, чтобы из адреса оно превратилось уже в значение Которое там в ячейке Нам нужно взять и подписать функцию dv ссыл Поэтому, если мы с вами перед адресом В нашей формуле Возьмем и добавим функцию dv ссыл И в конце, соответственно, возникает необходимость закрыть еще скобку Помните, что в Excel всегда первая и последняя скобка у нас черного цвета Остальные попарно цветные Поэтому, видите, где строка и столбец, они там такие сиреневые А все, что внутри функции адрес, скобочки имеют красный цвет Ну, или у кого есть там зеленый Офис 2010-й, там вместо красных зеленых и так далее Но все равно тоже цветные Так, и теперь, когда мы завершим с вами формулу И, по сути дела, будем копировать То в результате, вы видите, мы уже получаем с вами не адресацию ячеек А значение, которое там находится То есть здесь, если табличка будет у нас меняться по размеру То нам достаточно там выделить, к примеру, последнюю строку Или последний столбец И спокойненько взять и скопировать на нужное количество Ну, единственное, в этом случае мы не можем сразу получить форматирование Как мы получали при транспонировании специальной вставкой Но если не можем получить, то надо тогда вспомнить опять про специальную вставку И спокойненько транспонировать То есть опять выделить исходную табличку Сказать копировать Прийти прям четко для первой ячейки в окно специальной вставки Окно специальной вставки, если что, еще раз клавиатура открывается клавишами Ctrl-Alt-V То есть Ctrl-V это у нас обычное вставить А Ctrl-Alt-V специальная вставка Чтобы не убить все формулы, нужно сказать форматы И вот здесь внизу сказать транспонировать То есть это сейчас он нам четко в первом столбце сделает шапку Это заливкой зеленого цвета А все остальные ячейки будут иметь обрамление То есть вот эта зеленая граница И нам при этом не надо там несколько раз пользоваться кисточкой формат по образцу Мы сразу, даже если будет каждый столбец оформлен по-разному С помощью специальной вставки можем это форматирование быстренько перевести Выделяете источник Выбираете обычную команду копировать Правой кнопочкой по первой ячейке транспонируемой таблички То есть по ячейке F2 И прямо нужно зайти в окошко специальная вставка И вот здесь вы говорите четко форматы и транспонировать И тогда он четко возьмет и транспонирует вам Именно только форматирование То, чтобы в результате вы не затерли ваши формулы Ну и соответственно данные И все То есть не по отдельности каждый кусочек там самим растягивать А можно сразу транспонировать и форматировать Но если говорить о этом способе То сейчас на этом листе втором На третьем способе У нас идеальная исходная таблица В чем ее идеальность? Она находится, так сказать, на главной диагонали Координата какая? 1, 1 2, 2 То есть если будет 3, 3 То есть при определении номера строки и номера столбца У нас по-любому всегда получается одинаковое количество А ведь не все в жизни так сладко Ну я сдвинула на вторую ячейку Многие у нас таблицы, конечно, начинаются там и с ячейки E1 А могут начинаться, не важно, там хоть с ячейки, там не знаю, D2 И тогда уже координаты будут разные Номер строки, там допустим, второй, номер столбца 4 И здесь уже так просто написать и потащить нам с вами не получится Тогда давайте попробуем и с этим способом Ну что называется совладать Тогда мы идем на третий листик Который называется дальше Третий способ Advanced Ну типа сейчас расширим возможность Что здесь? Сперва опять наша исходная табличка Но, видите, я ее немножечко сместила До этого у нас был B2 Ну это она была прям в упоре этих уголков желтых моих и синих У вас их нет, они вам не нужны, они только мне потом нужны Поэтому как мы поступаем? Мы берем с вами И опять давайте напишем формулу для получения Вот как если бы написали обычным образом Вот как до этого, да, на прошлом листе То есть еще разочек То есть мы опять берем функцию dv ссыл Это наша исходная Она сразу нам превращает потом адрес ячейки Хотя нет, давайте dv ссыл пока не будем брать Начнем с адреса Вам так легче будет сориентироваться Возьмем функцию адрес Так, номер строки И мы тут уже выяснили Нам нужна с вами функция столбец Значит мы берем с вами функцию столбец И опять ссылаемся на первую ячейку транспонируемой таблички Только в этом случае Эта первая ячейка Это будет ячейка B3 Так, скобку закрываем То есть в результате нам сейчас как бы выдали бы если что в ответ число 2 Точка с запятой Теперь нам нужно определить номер столбца Для этого мы берем с вами функцию строка И наша ссылка это опять же ссылка на первую ячейку На ячейку B3 Ну и так как все в рамках одного листа Тут достаточно закрыть скобочку Чтобы мы получили с вами координату И как вы помните Наши действия должны приводить к тому Чтобы координата была именно первая ячейка нашей таблицы Но сейчас мы в результате попали в ячейку C2 Вот сюда вот Правильно? Куда, в общем-то, мягко говоря, не собирались А попасть нужно в ячейку B3 Вот первый вариант Если эта задача такая разовая И никто особо никакие источники потом двигать не будет То что нужно сделать? Иногда даже проще, чтобы, ну, как бы сориентироваться Поступить так Ведь здесь мы сразу видим ответ И нужно прикинуть Можно нажать кнопочку FX Когда у вас выделена формула Тогда вам откроют окно аргументов функций И здесь, чем удобнее по первости То, что вы сразу видите получаемый Эти номер строки, номер столбца Как вы понимаете, эти цифры должны получаться такими Чтобы мы с вами в конечном итоге пришли не в ячейку C2 А в ячейку B3 Если он нам говорит, что номер строки Когда мы используем функцию столбец Получается второй Но мы-то с вами видим, что у нас номер строки с вами третий За счет того, что у нас с вами не координата Четкая такая вот диагональ 2, 2, 3, 3, 1, 1 То нам здесь нужно сделать вот это вот Как перерасчет смещения Первый вариант простой Я говорю, если такие вот не меняются ничего То можно дальше и не заморачиваться Раз получили 2, а надо 3 Ну, надо что сделать? Просто взять и прибавить 1 Там, где у нас строка Мы-то строку по отношению к ячейке B3 Получаем третью А должна у нас выйти вторая Значит, здесь мы тогда наоборот скажем Минус 1 Это за счет того, что у нас номер строки И номер столбца не равны Тогда вот мы делаем это Ну, по сути дела Уточнение, перерасчет И теперь, если мы с вами скажем окей То в результате Мы действительно получаем Что когда мы копируем вниз У нас опять бегут B3, C3, D3 А когда мы тащим вправо У нас уже бегут B4, B5 и так далее И если мы хотим с вами видеть результаты То в этом случае нам что придется Добавить еще функцию DWSL То есть перед адресом Добавить функцию DWSL И в конце скобочку закрыть То есть вариант работает Правильно? То есть если у нас будет какое-то смещение Нам придется с вами вот его сделать Ну вот, к примеру, условно Давайте в ячейке Пусть будет K2 Чуть-чуть там правее Хотя бы, если что, даже скопировали Оставьте пустые ячейки Давайте с вами сделаем Вариант такой Вот если представить А мы можем даже, чтобы легче представлялось Хотя мы все равно сейчас пока получим адрес ячейки Вот если представить, что у меня табличка Будет начинаться с ячейки B1 Давайте представим Что тогда должно быть То есть здесь Ну, если что У нас должно получиться как? Вот этот вариантик То есть мы взяли с вами адрес Чтобы получить адрес Здесь вычли единичку Там прибавили единичку Согласны? Ну, как сейчас мы сделали То есть мы наоборот Прибавили, потом вычли То есть это вот этот вариант То есть я к тому, что если у нас будет с вами Другое расположение То в каком-то случае мы их прибавляем В каком-то случае мы их с вами Вычитаем Здесь у нас минус 1 Потому что у нас Номер строки Больше, чем номер столбца А если у нас получается наоборот То есть, например, номер столбца Будет больше, чем номер строки То, видите, здесь тоже получится Все с точностью до наоборот Ну, то есть я говорю Вот реально По первости бывает гораздо проще Если прямо вот поставить Курсор в адрес Зайти И В адрес И вы уже сразу будете видеть Что вы получаете И насколько вам нужно Этот результат Ну, что называется Скорректировать И исходя из этого Вы спокойненько Сразу получите Возможность Ну, а давайте попробуем Сделать так Ведь это же тоскливо Хотя то, что вы увидите Вам тоже не понравится Каждый раз смотреть А если вдруг табличку Сместили сюда То мне надо то вычесть То отнять Да Количество строчек Не всегда же будет Плюс 1 Минус 1 Оно может быть Абсолютно любым Может я расположу там Источник, например Ячейки С7 У нас же количество строчек Столцов уже совсем разное Между ними Разница Да, там 3-4 строчки Может быть 5 И так далее Вот давайте мы сейчас Сделаем следующее Опять пока Вот ниже в табличке Напишем нашу заготовочку Начнем с функции адрес И подпишем Для определения координаты Наши первые ячейки таблицы То есть опять там Возьмем столбец Да, для первой ячейки И потом строку Продолжение следует... А теперь получается При каких-то обстоятельствах Нам надо то отнять Столбца единицу Или какое значение При каких-то нужно прибавить И вот если бывают у нас Разные ситуации То одно, то другое То если мы не хотим Это все каждый раз Высчитывать вручную А у нас цели такой нет То в этом случае Нам кто может помочь То одно, то другое Исходя из условий Это, конечно же, функция Если То есть нужно будет проверять К примеру Там Если номер столбца Будет больше номера строки То в одном случае Нам нужно из одного Вычесть другое Может быть в другом Что-то другое На самом деле Чтобы это все Замечательно работало Ну, давайте я вернусь Обратно к своей презентации Я здесь сделала Маленькую заготовочку Иногда можно Вот если подобные Какие-то вещи Хотя это уже уникальный вариант Придется взять Там, не знаю Лисик бумаги Прикинуть Здесь надо прибавить Здесь отнять Что именно Вот смотрите Когда мы с вами Определяем номер строки Да В каком-то случае Нам нужно Прибавить Мы видели А в каком случае Например Может понадобиться И вычесть И путем Анализа разных комбинаций Получается Что если нам с вами Нужно определить Номер строки Да То здесь возможно Две ситуации Если у нас номер столбца Будет больше номера строки То мы должны Посчитать И разницу И предоставить ее Со знаком минус Если у нас Номер строки Будет больше Номера столбца То в результате Нам нужно Посчитать эту разницу И ее По сути дела Прибавить Чтобы разницу Превратить Ну как бы Отрицательное значение В абсолютное Положительное То у нас есть Прямо функция Она во всех языках Выглядит одинаково Это abs Ну то есть модуль По другому И по аналогии Для определения Номера столбца То есть нам нужно В этом случае Так же Ну они меняются Местами Если номер строки У нас оказывается Меньше номера столбца То мы с вами Должны эту разницу Прибавить А если номер строки Окажется Больше номера столбца То мы должны Эту разницу Вычесть Ну реально Так вот Осознать это полностью Можно когда Вот несколько раз Например прикинуть Ага здесь я прибавляю Здесь я например Периодически Там что-то удаляю Ну давайте попробуем Описать это все Как бы в одну формулу Сразу говорю Сейчас формула Получится достаточно Насыщенной Но пугаться Ее не стоит И когда на нее Конечно просто Первый раз смотришь То она ну как бы Не очень читабельно Выходит Давайте вначале Разберемся Со столбцом Значит нам Столбец Б3 И затем Впоследствии Нам нужно сделать К Чтобы куда бы мы Например Исходную табличку Не перемещали Она всегда правильно Определяла Когда нужно Прибавить А когда нужно Вытес Значит здесь Мы тогда Добавляем с вами Плюс И добавляем Функцию Если И вот теперь Нам с вами Нужно следующее Условие Например Если номер Столбца Будет больше Номера Строки Да Давайте Поставим Это условие То есть Если Соответственно Столбец Где же мы Возьмем Это только Вычислить Все пишем Под первую Ячейку Под ячейку C B3 И кстати Сразу Можно здесь Все что у нас Будет внутри Функции Если Вот этот же Перерасчет Коэффициент Он у нас Постоянный Поэтому Ячейку B3 Сразу делаем Абсолютной То есть F4 Как и всегда То есть Если Столбец От ячейки B3 Окажется У нас С вами Больше Чем Строка От ячейки B3 Ссылайтесь На ячейку Нажимайте F4 Как обычно Меняете Один тип Ссылки На другой Сослались На ячейки И нажали F4 Сослались На ячейку После этого Нажимаете Клавишу F4 Она у нас Относительной Ссылки Переводит Ее В абсолютную Или второй Вариант Для тех Кто любит Вводить Символы С клавиатуры Просто Доллар Вводите Вручную Между Каждой Позицией Итак Мы задаем Условия Я сейчас Вот эту Часть Ниже Опущу Чтобы она Мне пока Не мешалась Значит Если у нас Столбец От ячейки B3 Будет больше Чем строка От ячейки B3 Скобочка После B3 Закрылась Тогда И мы Тут выяснили Что тогда Нам нужно Посчитать Разницу И она Должна быть Со знаком Минус Поэтому Мы так С вами Ставим Минус И в скобочках Считаем Эту разницу То есть Столбец C4 Минус Строка C4 В принципе C4 B3 И B3 Значит Мы можем С вами Что сделать Вот эту Формулу Которую До этого Условия Скопировать Чтобы сейчас Не замучиться Это писать И просто Вместо Знака Больше Поставить Знак Минус То есть Если столбец От ячейки B3 Будет Больше Чем Строка От ячейки B3 Тогда Считаем Как разницу Минус Соответственно Столбец B3 Минус Строка B3 А иначе Так Здесь Нужно Скобочку Еще Закрыть Мы ее Открывали Перед Минусом А иначе А иначе Нам нужно Эту же Разницу Но Представить В абсолютной Величине Тогда Мы берем С вами В принципе Функцию Абс Ну а слово Абсолют Модуль И внутри По сути Делал Предыдущее Вот это Вычисленное Значение И скобочку Тоже Закрыть Формула Симпатичная Это еще Только Полпути Я имею С точки С точки Зрения Определения Если И тут Еще одну Скобочку Надо закрыть Вот это Если Которое Прописано Это как раз Для того Чтобы он Сам Автоматически Вычислял И то Прибавлял То Вычитал Это количество Строк Которое Отличается От количества Столбцов Ну и В противном Случае Тогда Здесь По соседству Там Где У нас Была Строка Последний Аргумент От Ячейки Б3 Нам Нужно Также По аналогии Написать Плюс И взять Также Функцию Если Только Здесь Теперь Мы Должны Какую Поставить Если Например Номер Строки У нас Будет Меньше Номера Столбца Давайте Зададим Значит Если Номер Строки Можно Частично Копировать Чтобы Не утруждаться Сильно Окажется У нас Меньше Чем Номер Столбца Тогда И тогда Нам Нужно Опять С вами Посчитать Что Разница Она Должна Быть Со Знаком Плюс То есть Мы От Строки Вычитаем Столбец И Опять Смодули Место Для Формул Надо Расширить Тогда Здесь Снова Добавляется Апс И Будет У нас Строка Б3 Минус Столбец Б3 А иначе А иначе Будет То же самое Только Со Знаком Минус Без Апса И После Это Закрывается Одна Скобочка Это От Функции Если И Еще Одна Скобочка Это От Функции Адрес Ну Она Формула Которая Учитывает Много Чего Разного При Смещениях Прочее Они Все Всегда Так Что Первый Взгляд Посмотрел И Потом Надо Смотреть Не Одним Взглядом А Присматриваться И пытаться Понять Что есть А так Реально Сейчас Это Просто Описаны Вот Эти Вот Выражения Которые Здесь Представ Словами Но Раз Нужна Минус Разница То Добавился Или Положительная Разница Добавить То Здесь Добавляется Где Она Положительная Все Время Функция Апс И Теперь Когда Я Завершу Сейчас Покажем Бумачком То В результате Я получил Этот Адрес Ячейки И К Примеру Я Например Сейчас Возьму И Табличку Предположим Как-то Смещу И Вы Видите Я Нахожусь С10 Он Прекрасно Понимает Что Это Ячейка С10 Если Я Сейчас Допустим Поставлю Ее В С1 Он Прекрасно Понимает Что Это Ячейка С1 Ну Предыдущие Они Сбиваются Почему Потому Что Они Это Не Могли Учитывать Надо Каждый Раз Руками А Это Получается Такой Отчасти Как Уникальный Вариант Куда Не Поставь Табличка Всегда Найдет Себе Применение Но Единственное Да Согласно Формула Немножко Длинновато Но За то Что Длинноватой Она Стала Как вы Понимаете Из-за Функции Если Но За то Что Она Отлично Описывает Любую Ситуацию При Любом Расположении Данных Давайте Я Попробую Здесь Разместить Но Здесь Конечно Легче Тем Кто Подобные Формулы Немного Писал Сталкивался С Функциями Если Человек Совсем Мало Сталкивался С Функцией Ему Конечно Такое Сразу Оселить Тяжело То есть Вот У нас Первый Аргумент Столбец B3 И К нему Вот Эта Вот Вся Красота Которая Идет До Точки Запятой Это Наше Вот Это Смещение Которое Мы Считаем Чтобы Все Сразу Работало То же Самое Вторая Координата Например Я Выделю Зелененьким Цветом И Вот Эта Правая Вся Часть Если Это Опять Смещение Для Того Чтобы Чтобы Можно Было Прописать Одну Формулу И Уже Об Этому Не Задумываться На самом деле Если Тихо Спокойно На Это Все Посмотреть То Оказывается Это Не Так Уж И Критично Ну А так Дальше Потом Еще Что В Этой Формуле Не Хватает На самом деле Еще Не Хватает Функции DWSL Которая Даст Нам Уже Значение Из Этой Формулы Все Формулы Которые Человек Пишет Там С Использованием DWSL Адрес Это Обычно Уже Формулы Не Совсем Из Разряда Простых Потому Что Для Этого Человек Доходит В Процессе А так Пожалуйста Я Тащу И У нас Сразу Все Данные Появляются Это Просто У меня Столбец Широкий Не Думайте Что Там Пусто Но Это Гибко И С точки Зрения Могу Копировать Дальше Там Например Намного Правее И С точки Зрения Могу Перемещать Источник И Уже Не Беспокоиться Вот Как У нас Здесь Было Сверху Что У меня Что То Не Будет Работать Ну Как Вы Понимаете Не Каждый Раз Такую Формулу Нужно Писать И Если В этом Есть Необходимость То Конечно Стоит Тихо Мирно Спокойно Может Быть Я говорю Как по Аналогии Вы Думаете Я Сразу Села И Написала Где Когда От Кого Нужно Вычесть Где Когда Нужно Кому Прибавить Я Практически Анализировала Все Так же Вначале Посмотрела В каком Случай Мне Нужно Их Минусовать Плюсовать Вроде Казалось Все Когда У нас Больше Номер Столбца И Наоборот Исходя Из этого Как Правильно Посчитать Это Смещение Для Определения Номера Строки И Соответственно Смещение Для Определения Номера Столбца То есть Сами По себе Функции Строка И Столбец Вы видите Они Простые Просто Здесь Нам Пришлось Ими Оперировать И Поэтому Может Показаться Что Тут Все Кишит В этих Строках И С точки Зрения Покороче Формула Будет С точки Зрения Написания По идее Мы же Не любим Делать И нет Смысла Делать Какие-то Промежуточные Расчеты И Смысл Сразу Прописать Все в одну Формулу Чтобы Нигде Ничего Не Расцелять Нигде Ничего Не Потерять Поэтому Как я и Говорила Три Способа Первый Способ Это Транспонирование С использованием Специальной Ставки Второй Способ Это Транспонирование С использованием Функции Transp И как Формула Массива И Третий Способ Это Использование Функции Строка Столбец Адрес DWSU При Необходимости Нужно Считать Смещение Либо Самим Их Прописывать Либо Вот мы С вами Сделали Достаточно Симпатичную Формулу Которая Умеет При Необходимости Любые Смещения Соответственно Показывать И еще раз Значит Первый способ У нас с вами Годится Как разовая Штука То есть Если не должно Быть привязки К исходным Данным Второй способ Хорош тем Что у него Есть привязка К исходным Данным Он простой Но Но в то же время Он удобен Только для Постоянного Размера Табличек Третий способ Он в принципе Копирует Копирует Дальше Формулы Это же не Формула Массива Которая Не позволяет Нам с вами Копировать Куда-то В другое Место Без проблем Я могу Спокойно В чат Кинуть Эту формулу Может быть Обычно Проблема В чем У нас Наиболее Часто Это что Нибудь Где-нибудь Не дозафиксировано Ну или Конечно Можно Где-то Увидеть Маленькие Где-нибудь Опечатки Все мы Люди Имеем Возможности Это Сделать Давайте Я вам В чат Скину Вы можете Спокойно У себя Подписать Если Когда вы Пишите Формулы Если Когда вы Пишите Формулы То в этом Случае Для удобства Иногда Читать Видите Я здесь Строку Начинаю С новой Строчки Если вы Хотите Разделить То в этом Случае У нас Есть комбинация Клавиш Альт Энтер Это еще не страшная формула Поверьте Страшные формулы Я их шутя Называю В два этажа В три танцпола Когда открываешь И ничего не понятно Но потихоньку Шаг за шагом При условии Что Ну как бы Человек естественно Работает Можно разобраться Практически с любой формулой Когда Когда Если оно написано А не просто Самому Надо сделать Типа Есть одно Другое Третье То в этом Случае В принципе Главное Правильно Их научиться Читать Какие формулы Нужно Как бы Отметать Какие формулы Ну как бы Функции Сразу Вот увидев Такую формулу Я сразу понимаю ДВСЛ Следом идет Адрес Что на ДВСЛ Не нужно обращать Внимание Нужно сразу Смотреть на адрес Раз адрес Он вам подсказку Дает все что идет До первой точки Запятой Это номер строки Вот вы ищите Первую точку Запятой Ну с учетом скобочек Все правильно Нужно найти И потом Второй аргумент Соответственно Вы тоже Пытаетесь понять Что это Зачем это Да ладно Как там Сбивается Может быть Вы просто Уже попадаете На варианты Когда Исходная табличка В нее Переходит Ну как бы В этот вариант Тогда Может быть Ну а Вообще Если говорить Раньше Действительно У нас В одном из курсов Была Тематика Связанная С транспонированием Табличек Потом Что называется Пришлось Ими пожертвовать В плане Когда сокращали Программку Поэтому На сегодняшний день Ну что-то подобное Вообще В целом При работе Вот с функциями Двссыл Адрес Строки Столбец Это как бы уже Далеко не первый уровень И даже не расширенная Возможность Второго уровня Экселя То есть В целом Ну вот легче Сидать человек Который умеет Общаться На уровне Знания Эксель 2 И конечно Многие эти формулы Их Расшифровать Можно Когда уже Знаешь Вот В рамках третьего курса Где у нас Анализ Реализации Здесь мы как раз Проходим Сами ссылки Массивы И формулы массивов То есть Они нам тогда Позволяют Спокойненько взять И как бы уже Во-первых Человек привыкает К этим функциям Узнает Что от них Ожидать И соответственно Понимает Что зачем И почему Ну а любые вещи Простые или сложные Они у нас Постигаются Только путем Практики Чем больше практики Тем соответственно Легче Быстрее И проще Человек может И с простой формулой На первый взгляд Типа Не работает и проще Сотворить И дописать Но не все Всегда возможно Поэтому Какие-то вещи Когда невозможно Тогда человеку приходится Двигнуться В сторону В сторону Макросов В том числе Но как вы понимаете В макросах тоже алгоритмы Поэтому с пустого листа Их не написать Знания тоже Нужны Так Ну вообще Если вы просматривали У нас Excel состоит Из Пяти Уровней И плюс еще Четвертое Пятое Это непосредственно Программирование И есть отдельная стадия Это бизнес аналитик С использованием PowerPivot PowerView И PowerMare Это для тех Кто обрабатывает Большие Диапазоны Ну и сейчас Предлагаю Сделать Следующее Значит смотрите Здесь буквально Несколько вопросов На предмет того Что мы с вами Делали Больше Так Значит смотрите Значит первый вопрос Ну вы можете там Если что в чате Мне как вариант написать Это что такое транспонирование И предлагается Несколько вариантов Да Преобразование формул В результаты Преобразование Строк Столбцей наоборот Да И преобразование Диапазона ячеек В таблицу Ну естественно Это у нас с вами Преобразование Строк Столбцей наоборот Да Второй вариант Какое решение Оптимальное Для транспонирования Таблицы С сохранением связи С ней Если исходная таблица Имеет постоянный Размер Соответственно Если постоянный Размер Да То здесь Оптимально Воспользоваться И быстрее И проще И защита От случайных Повреждений Это функции Трансп И формула Массива Ну и Третий вариант Если у нас Табличка Постоянно Меняет Свой Размер То в этом Случае С сохранением Связи Имеет Смысл Воспользоваться Воспользоваться Уже Не Специальной Вставкой Не Транспонирование И формула Массива А вот Наш Как бы Последний Вариант Это наши Функции Адрес Строка Столбец То есть В этом Случа Как бы Действительно У нас Побыльше Типкости То есть Как вы понимаете Все в первую очередь Определяется Тем Что у нас Есть с вами В качестве Исходных Данных Так Ну Пожалуй На этом И Все